Воскресенье Воскресенье Потому что, ну ты знаешь, знаете, как идешь в тренажерный зал И тренер говорит, все нелегкая тренировочка Так, чуть-чуть попам, пейся, чуть-чуть так Легенькими весами И ты так, о, класс, все, сейчас будем просто А бывает приходишь, говорит, ну что, сегодня у нас тяжелая И уже понимаешь, что будет тяжело И вот я, в общем, думал по легкой, значит, в воскресенье по легенькой Пройдем И какие-то вещи я получил Вот пока Дух Святой не повел А потом он как повел, повел И иногда приходится, говорит, хватит уже, хватит Вот, серьезно, я бывает говорю Господь, Господь, хватит, и я уже не могу больше Ну, мозги уже сейчас, как они говорят, поплавятся Ну, в прямом смысле бывает Почему, мы говорим, откроем мне свои тайны Да мозги не готовы эти тайны узнать Не то, что войти, узнать даже Узнать, предположить, что Бог так может Почему, вот, сейчас, вот, идет Долбление всей этой теологической, вот Вот Теология, которая Кто, Ишуа, мешал больше всех Теологи того времени Знающие Тору наизусть Мы еще нам еще до них, ого-го Кому Ишуа не говорил-то горе Он говорит, горе книжники фарисеев Им больше всего Вот, ни с кем проблем Ни с бесами, ни с грешниками не было Кроме как С богословами того времени Которые У них был образ Бога Не, не может он оттуда прийти Не бывает Нет, убить, 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 убить И мы Ну, ладно В общем, я думал, легенько так А нет, видите, не получится легко теперь Если мы говорим Господь делай все, что ты хочешь Это предполагает, что мы Разрешаем ему делать все, что он хочет А иногда он начинает делать вещи, которые Дух Святой просим, просто веди Все, отпускаем Отпускаем все эти страховки Тормоза Все эти запасные какие-то планы Ты знаешь все, что нужно нам сейчас Ты знаешь все, что нужно нам Я прошу, Господь Даже сейчас, когда что-то будет говориться Звучать Говори лично В сердце каждого Кто будет слушать Здесь или потом где-то на интернете Просто говори Пусть эти параллельные Многослойные Слои откровения Они входят В твой народ И даже без содействия рук человеческих И языка человеческого Говори в наш дух, Господи Ой-ой-ой Аминь В общем, с чего все началось Я иногда посматриваю Занимательную математику и физику Знаете, есть такие Занимательные Не такая скукотища как в школе Есть вот квантовая физика занимательная Она интересная Где люди рассказывают Серьезные такие вещи Но в такой форме, что это будет интересно Даже ребенку слушать и учиться Если бы нас так в школе учили учителя Мы бы очень хорошо знали И физику, и химию, и математику Это не было какой-то Рутиной, скучной Потому что на самом деле В математике все Мы сегодня пользуемся вот этим всем Благодаря математике Кто это все просчитал Вы знаете, что Вот мы говорим цифровой мир Мы сейчас живем в цифровом мире У нас уже эти карточки есть Которые мы Раз и денежка Рассчитался Где там в ней нету Этих денег Этих денег не существует В природе Они электронные Фотографии Вот мы говорим фотография Вот видите, вот фотография И мы говорим Как, где бы их пощупать Их невозможно пощупать Ее невозможно Эту цифровую фотографию Взвесить в килограммах Или там нагрузить в карман На самом деле Вот это вот И вот это Это средство Которое делает видимым Эту цифровую фотографию Она не выглядит вот так Если вы не знаете Такой ее делает компьютер Для нашего глаза Она выглядит как нули и единицы Она вся состоит из тысяч Тысяч, тысяч цифр Каждый цвет Это все код Ноль, единица Если нам показать ее В цифровом виде Мы увидим просто Сплошные нули и единицы Вот таким потоком Пустым Который нам ничего не скажет То есть мы видим Это уже отображение реальности Это не реальность Понимаете? Наш глаз В общем это весело, интересно Духовный мир очень похож на это Духовный мир Мы тоже Вот бы мне в духовный мир Как в кино сходить Нету такого Мы в духе видим через откровение Нету То есть Мы не можем в цифровой мир зайти Знаете Вот как видели В матрице вот они показали Он в этих весь циферках Циферка через него текла То есть он раз захватил контроль Над этими цифрами И стал рулить этим миром Так вот Духовный мир очень похож на мир виртуальный Потому что люди все тянут Тянут из духа И математика она очень интересная наука Потому что математически Это от Бога все Я не математик У меня тройка была в школе Мне она вообще не нравилась Я ее не любил И геометрию И алгебру И тем более физику Стал верующим Стал интересоваться Так вот математики Они есть очень интересные люди Они все видят Не так как мы И пророки Они тоже видят все Не так как обычные люди Поэтому когда С пророком общаемся Он начинает видеть так Три смотри Раз, два, три Вот таких круга Ага И один большой В нем три Так Все понятно А мы смотрим А что он понял сейчас И значит смотрите Мы написано Отчасти видим Отчасти пророчества Мы видим Вот если мы ориентируемся На наши ощущения Наши органы чувств Органы восприятия Вот физического мира И мы духовно Мы тоже что-то чувствуем Правильно? Вот сейчас вот было присутствие Что-то кто-то чувствовал И мы как бы часть Какую-то часть Осознаем Того что происходило И вот мы говорим Дуй руах Дуй руах Двигайся Дух Святой Кто что себе В этот момент видит Кто-то видит ветер Кто-то там орла Кто-то ничего не видит Кто-то видит То что объяснить не может И языком Сережа что ты видел? А ну там как-бы Э О Ну все, понятно, приблизительно то же самое Я тоже видел Есть вещи, которые отчасти Вот смотрите, как это Объяснить, как это понять Я это увидел Вот это вот урок занимателя математики Немножко потом Все по-своему я это сделал Буду сегодня вам показывать Ну потом Я, то есть на примере Понятном нам Я сейчас хочу показать вот здесь Что происходит Вот когда из духовного Физическое, когда что-то приходит Физический мир, согласитесь Намного ограниченнее духовного Вот наш трехмерный мир Он не может поместить сюда Духовный мир Духовный он шире Там столько измерений, не 4D и не 5D Там сколько хочешь до измерений И оно просто не способно передать Так как плоский лист бумаги Вот Двухмерная, да, плоскость Не способна вместить в себя Трехмерную фигуру Вот это ж понятно, да? Вот так же наш мир физический Он как двухмерный Перед духовным трехмерным Вот в этом формате Прикинем сейчас Чтобы было понятно Сейчас То есть мы можем, да, здесь нарисовать Очень похожее Но это не будет никогда Сути Сутью То есть куб сюда не поместить Сюда можно поместить только что? Квадрат А квадрат это часть куба, да? И вы теперь смотрите Если мы возьмем Куб И начнем его помещать В двухмерное пространство Если мы возьмем Духовную вещь И начнем помещать его В наш трехмерный мир Как это будет выглядеть? Первый Первый ролик Смотрим Видите, что происходит? Трехмерный куб Проходит В эту сторону Тише, тише Трехмерный куб Проходя через двухмерную плоскость Отображается как квадрат Почему он отображается как квадрат? И мы говорим Вот такой бог Вот такой бог А мы-то говорим Потому что мы видим его таким здесь Потому что больше не может поместиться И вот мы говорим Движение Божье Смотрите, движение Божье идет, да? Движение Божье идет Вот оно такое Квадратное Синее А это одна тысячная От сути того, что идет Представляете? Вот мы сейчас тут Поклонялись Нам казалось Две гитары Три барабана Два микрофона И кучка этих Братья и сестер Скажем Вот все, что мы увидели Это вот Было интересно Было необычно Было что-то там То огонь То лед То еще что-нибудь Да? Но на самом деле Прошло в тысячу раз больше В этот момент Просто наши Физические мозги Не могут уловить это Они не могут Поместить это в себя Поэтому мы Отчасти Видим Знаем Но духом Мы чувствуем Что было что-то еще больше Но я не могу это никак Выразить А потом перестаешь Даже пытаться это выражать Теперь представьте себе Пророка Иезекииля Которого вытянули В духовный мир И он увидел Вот это все Славу Божью И потом он вернулся назад Ему надо записать То что он увидел Как это можно Это очень сложно И поэтому В Библии постоянно Как бы Как бы Как бы Похоже Вроде как Наподобие По виду похоже Невозможно То есть колесо в колесе Двух животных в колесах Четыре лица Каждый идет в свою сторону Это невозможно Объяснить Или тем более Как-то нарисовать Или снять фильм Потому что наш мир Физически Настолько ограничен Что поместить в себя Полноту духовной реальности Нельзя Вот мы видим Да И Ну вот Как бы Да Господь двигался Господь действовал Вот что-то было Что-то отобразилось В нашей голове Да И потом Господь Как бы Закончил двигаться Сейчас Где это Сейчас я попробую Ну Не важно В общем Остается Вот Остальное все Где-то Оно не под контролем У нас осталось И когда мы говорим Бог открой мне всю полноту Для этого надо выйти Из физического измерения Для этого надо выйти В духовное Выйти в вечное Временное Не может в себя Вместить полноту вечного Это невозможно Ладно Хорошо Так Если происходит Все понятно Да Квадратик В принципе Куб Он похож на квадрат Все вроде Да Как бы Объяснили друг другу Ну Можно сказать Что По умолчанию Мы согласились Господь квадратный Да Ну Кубический Но квадратный Чтобы понять Но что будет Если Господь Начнет двигаться Не совсем Обычным способом К примеру Если закинуть Куб Под углом В плоскость Вы видите Что происходит Он Начальный Прямоугольный Потом квадратный Потом опять Прямоугольный Потом Маленький Прямоугольный Потом опять Смотрите Растет Что то происходит Что то такое Вообще Да А если Его кинуть Еще более Пройти еще То есть Мы На самом деле Говорить Что Вот Кто то заявляет Да я уже Все знаю Как Господь Действует Как нет Это глупость Полная Полная глупость Это Написано Это бездна Бездна Богатство И премудрость Нам Ну не дано Нам Не дано нам Все прямо Ухватить И познать Поэтому мы говорили Вот так это происходило Как это было на служении Вот так А это было Намного Глубже И потом Помните Вот этот Вот этот момент Ну как то Вот он почему то Запомнился Когда На одном служении Я получаю Налить в рог Чуть-чуть воды Пробочку И кинуть в зал Ну кину как Брызгнуть в зал Эту воду Время хвалы Я это делаю Ничего не происходит Кому то в лицо Прилетело просто Там Немножко водички По-моему Светя долине Я Поклоняется Тебе в лицо Водно И все И забыли Проехали Но через несколько дней Я молюсь Дома Один И я вижу Бурю в духе И мне Господь говорит Вот последствия Того что сделано Было Я думаю Как это могло Я увидел Вот Какую то там Мелочь Ну что то Что это Ну вот как бы Пророчески Что то там полетело Воды живые Ну что то такое Можно было себе Нафантазировать Но в духе Прошло на самом деле Вот такая вот Махина пролетела И она там Там и пошло Пошло действие То есть Многие плоды Мы узнаем Только в вечности Мы их не увидим Плоды войны Плоды молитвы Плоды Ты слово кому то сказал И казалось бы Да Ничего не изменилось А там Ого-го Сколько прошло Есть люди Они просто Во первых Есть люди Которые не рассказывают То что с ними происходит Ты подошел Сказал им слово И ты думаешь А это попало Прямо в сердце Он молчит Гад И ничего не говорит И он вроде как Ничего не попало А на самом деле попало И потом мы только узнаем Через какое-то время Или в вечности Что это может Спослужить кому-то Понимаешь А человек это утаил Умолчал И мы Вы поняли Да Вот этот момент То есть Что мы Улавливаем Только часть Даже в любом Пророчественском слове Вот это пророчество Которое Видение Которое я видел Про воинов Я его передал Как мог Но это вот Маленькая часть Которую Можно облечь Слова И записать Или объяснить На самом деле Мы всегда видим Намного больше И вот Только духовные люди Они другого понимают В этих моментах Нет душевному Для него это безумие Вот он сейчас может Бывают люди Заходят слушают Так сейчас Все мы выключаемся Пока Не надо больше ничего Заходят слушают И говорят Что вы Что это вы несете Как этому А духовному Еще Ничего не понимаю Но надо Чувствую Что мне это надо Дальше Ребята Ну Вступление понятно Сейчас Сейчас начнется Вы что думали Обрезание Я думал Ну так Ну смотрите По простому Мы говорим Что такое колесо Да Колесо Вот Как эта фигура называется Цилиндр Правильно Ну колесо В нашем случае Мы говорим Колесо в колесе Что такое колесо Движение Движение Вот сказал Господь Нехорошо быть человеку одному Почему нехорошо Нехорошо Это что значит Это неправильно Это как машина Там без двигателя Или что Ну вот нехорошо Двигатель без машины жить Там Или в машине без двигателя Вот настолько нехорошо Быть одному Но я один Я тоже движение Правильно Ну вот любой человек Он что-то производит Мутит Крутит Там вертится Что-то делает А есть такие Да ну активные И вот есть верующие Тоже Служители Они Крутятся 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 Крутят Мутят Служение Воспроизводит Самого себя Пока легко Да И вот Что происходит В служении В любом служении Служитель Воспроизводит Что-то Если он не сидит Дома И никто в жизни Не знает Что он служитель То есть он выходит Что-то толкает Проповедует Помазание И так далее Он воспроизводит Себя Каким это образом Происходит Путем деления То есть путем Как бы вот я Какую-то часть От меня отделяется И меня становится Больше И вот Бог сказал Нехорошо быть Человеку одному А если не один Но как вот Апостол 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 Нехорошо Все равно Поэтому Павел И сила пошли Петр И Иоанн Петр Где-то по двое Иисус посылал А не по одному Но Петя мог бы Из одного Вот что там Кого-то еще К нему пристраивать Он так мощный Нет, по двое Если двое Согласятся Колесо Вот колесо в колесе Да? Вот два Это потом Теперь Скажите Здесь есть углы? Нет Как это нет? Вы не математики Друзья Нет Это очень короткая Промишутка Как разус Все ясно Что произойдет? Смотрите Сейчас Что произойдет Если я один Вот один Как служитель Самый главный Самый помазанный У нас больше нет Помазанников У нас Бог говорит Только мне Что-то услышал? Забудь Один сказал Все что вы слышите Кроме того что слышу я Дьявол вам говорит Сказал один Очень уважаемый Служитель И вот я как служитель Начинаю воспроизводить Самого себя Путем деления Если мы разрежем Этот Колесо пополам Ну то есть разделим Получится два колеса Два Поэтому очень есть много Похожих там Вот когда у тебя есть Кумир какой-то Начнется на него быть Похожим во всем Манеры В 90-е была куча Ледяевов И Ульфа Фекманов У нас приехал Со школы Один ногой Дергал Как Ульф Фекман Учился Ульф Фекман Стал дергать ногой Только не помогало Один А другой приехал Ромчик Комаров Приехал С библейской школы Я сказал Аминь Где-то Ну у нас слушался Вот этих всех Так вот Ничего не меняется То есть все то же самое Поэтому Оставить человек Отца и мать И прилепиться К жене И будут двое Одно Тело Или одно плоть Скажите Мы что становимся Одним телом Нет Вот я и жена У нас разные тела Мы иногда в духе одно Знаете так вот А что Подождите Как это А мы в вечности Там нигде не сказано Что мы одним телом Остаемся Там нет уже Мужчин и женщин Нету жен и мужей И мы там не будем жить Как семья Да В вечности Что это за одно тело Да Вот интересно Мы как-то Это говорим И не думаем Потом он говорит Совокупляющейся С блудницей Становится с ней Одно тело Как Каким образом То есть Ну правильно Там можно сказать На какую-то секунду Ты одно тело Но потом-то Вы разошлись Но вы одно тело И дальше Запитая А соединяющиеся с Господом Переводчики Постеснялись Написать Совокупляющийся С Господом Хотя это одно и то же слово Становится с ним Один Дух Опять же Опять же Мы не сливаемся В какую-то Такую Однородную массу То есть Она личность Моя жена Я личность Но тем не менее Сказано Одно Плоть Одно тело Что такое тело Вот это тело Тело Вот это тело 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 это все Что имеет форму Какую-то И вот он сказал Нехорошо Быть одному Потому что Пока я один Будет только одно Один я То есть Не будет никакого Тела Не будет Ничего Ногого Будет Замечательные Колеса Но они вот такие Вот такие Как были Так и остались Зачем же Богу Нужен был человек Зачем Дьяволу Нужен человек Почему Слава Божья Стоит не на Колесе А на колесе В колесе И колеса Крутятся Колесо В колесе Слава Божья В какой-то мере Свою Свободу Уже На сто процентов Не я решаю А мне надо Советоваться Мне надо Разделять Себя С кем-то Когда мы Соединили Вот я соединил Два Видите Два Вот этих Вот просто Соединил Скотч Колесо В колесе Получилось И теперь Смотрите Математика Когда мы Соединяемся С кем-то Ялта И Симферополь Муж и жена Апостол С пророком Знаете Агнец Сальвон Альфа С омегой Что еще Милость С судом Когда мы Соединяемся Если мы начнем Топить за одну Милость Вот Вот Все что будет То же самое Все Но когда мы Соединяемся Казалось бы Не очень похожие Не очень Такие Совместимые Даже И мы Начинаем Двигаться Ну как Вдруги Так сказать Вот что происходит В результате Деления То есть Мы Начинаем Что-то Производить Правильно? Клетки всегда делятся И вот я Разрезаю Одно Колесо Разрезаю Одно Получается Какая-то Такая Видите Нельзя останавливаться Иначе Станешь Подставкой Под Это Гнетушитель И вот Теперь Разрезаю Второе И друзья Внимание И друзья Внимание Это Это не фокусы Это математика Представляете Оказывается В двух Кругах Лежит Квадрат Причем Причем И открываются И открываются Только Когда мы Соединяемся От Одно То есть Кем-то В нас Появляется Основание Для Царства Что такое Вот это вот Царство Четыре угла Четыре столпа Четыре основания Четыре Херувима Вот эти были На которых Слава стоит Четыре Животных Ангелы То есть До того Как я сам Самый крутой Апостол Я никогда Не стану Я свое Царство Строю Вот Мое Царство Посмотрите Как я кручусь Здорово Сейчас руки Начну возлагать Подбегайте Быстро Вы оценили Сегодня Как я Выгляжу Да Отлично Нормально Прическа Футболочка Все Заценили Вот это Но когда Мы В соединении С кем-то Мы теряем Немножко Свободу Индивидуальность Нам приходится Ну притираться Нам приходится Смиряться Почему Он говорит Про мужа и жену Как о Христе И цирке Но именно В этом соединении Вот какие еще Соединения С Писания Вообще есть Царь и священник Да Иисус Царь и священник Агнец и лев Павел Иисус Мужчина И женщина Да То что Душа И дух Да Милость Милость И суд То есть Этих соединений На самом деле Очень много Если мы Читаем Библию Мы везде будем Находить Какие-то Два Этих элемента Которые Соединяясь Являют царя Являют царством Божьим А без этого Невозможно Машина Как будто В тебе Знаете Есть такие люди Они могут Поклоняться Только под Своё поклонение Я под чужое Прославление Не могу Вообще А человек Божьих Вообще Но у тебя Самое Интересное То есть Это всё Пока очень Занимательно Было Но дальше Вот куда Господь Повёл Я буду Очень стараться Если вообще Не записи Видите Ничего нет Я не могу Это Как объяснить Вот На что похоже Колесо в колесе Если поместить Это в плоскость На крест Да Крест Что для нас Крест Иисуса Ну две палки Сбитые Две деревяшки Соединённые Написано Он был распят От сотворения Не было ещё Этих деревяшек Дерево ещё то Не выросло Где же он был Распят На каком кресте Он был распят По сути Что такое Галгал Галгал В физическом Измерении Это крест А в духовном Это колесо В колесе Вращающийся Даже если взять Монетку Раскрутить Её Могу увидеть Крест Как колесо В колесе И вот знаете Если кто-то Это научил Морис Сырула По-моему Такой Учитель Библии Он говорит Что Всякая истина Параллельна Если есть В Библии Высказывание О чём-то Обязательно Есть Негативное Или положительное Проявление Этой же Самой Истины У дьявола Тоже есть Галгал Галгалы Что произошло С человеком Когда он согрешил Он вышел Из Галгала Божьего И вошёл В Галгал Сатаной Помните Пойди с ним Вот человек Вошёл Адам Вошёл В танец С Сатаной И они Стали Одним И в итоге Появилось Что Греховное Тело Плоти Тело Греховное Появилось Плоти Появилось Нечто новое Чего У Адама Не было Изначально Но в результате Соединения Духа Адама И духа Сатаны Родилась Греховная Плоть Которой Мы знакомы Прекрасно То есть Появилось Основание Для царствования Дьявола На земле Вы знаете Представляете Сколько у Бога Милостей Он Адама Не убил Он дал ему Прожить Девятьсот Сколько там С лишним Лет Адам Ты вообще Оборзел Что ты сделал Ты всех Прогал Всех нас Прогал Понимаете Вот из-за него Я пострадал Так из-за него Все пострадали И почему Господь Не просто сказал Ты тварь такая Ну-ка давай Быстро Родите мне Авина И Ват Он дал ему Прожить Почти тысячу лет Смотрите Какая милость У Бога Ну Адам Вошел В Галгав С сатаной И вот Павел Говорит Что Я не желаю Хвалиться Ничем Разве только Крестом Господа Моего Иисуса Христа Которым Для меня Мир Распят И я Для мира Как выглядит Человек Распятый На кресте Он не способен Уже ничего делать И никуда идти То есть Он Для мира Потерян То есть Пока Вот да Мы руки Ноги целы Можем помочь Что-то сделать Там Хорошее Плохое Но когда Ты распят И прибит Ты больше Ничего Не можешь сделать Люди Висящие на кресте Они и говорить Толком не могли Уже задыхались Постоянно Им приходилось На этом гвозде Приподниматься Чтобы вдохнуть И дальше Опять они Задыхались То есть Страшное Состояние Так вот Когда Отда Фух Крест Господа Здесь все понятно Мы Как бы Представляем Что это такое Но когда Мы Когда мы Распяты На кресте Иисуса Когда мы Распяты Со Христом Дьявол Нет места У нас Так или Мы потеряны Для мира Нас больше Ничего Мы никуда Не ходим Не интересует Но когда Адам Вошел В Галгал С Сатаной Он стал Потерянный То есть Он потерял Контакт С Богом Он Как Попал На этот Крест Понимаете На На другой Крест Но Можно сказать Что он Был Распят Для Бога Он был Бесполезен Больше Для Бога Он был Недоступен Для Бога И чем Дальше Тем Больше Почему Сегодня Ему Не пройти Сегодня Господу Каждому Из наших Родственников Лично Ночью Явиться А он Может Явиться Одновременно Всем Даже Не надо Очередь Занимать И все Раз И позвонили Слушай Олег Иисус Пришел Что мне Делать Он Так Не Делает Люди Недоступны Люди Закрыты От него Рука Не Сократилась Говорит Но Ваши Грехи Произвели Разделение Люди Ну что Сделал Иисус Смотрите Что он Делает Он Пришел В греховной В этой Плоти В этом Теле И Что написано Уничтожил Грех Во плоти Он Выжибил Вообще Сатану Из этого Голгала Смотрите И сам Вошел туда Как второй Элемент Смотрите Двое Там Крутятся Вальсе И тут Друг Пошли Раз И отобрал Понимаете Девушку А этот Отлетел Вот что-то Такое Произошло Адам Там Крутился Люди Крутились И тут Приходит Господь Баум Через Крест И теперь Появляется Написано Новое Творение Греховная Плоть Появилась В результате Соединения Адама Сатаной Но новое Творение Как основание Вообще Всего Небесного Русалима Появилось В результате Рождение Свышен Когда мы Соединились Со Христом Через Веру И покаяние Через Крест Вот такая Вот математика Занимательная Поэтому Галгал Это не просто Вот у нас Изображен Опять же Это все Проекции Очень примитивно Отражающие Галгал Это не просто Ух Закрученный Вихрислав Это будет Клево Это Крест Чем больше Галгал В нашей жизни Тем больше Крест В физическом Измерении Вот чем больше Вот это Вот будет Эти колеса Чем больше Будет крест Тем больше Нам придется Умирать Что такое крест Это цена Люди Служащие Сатане Платят цену За это служение То есть У них есть Свой крест Они умирают Для всего остального Мира Который Вот ему Поклоняются Люди Служащие Мамони Кажется Что Они Ну как сказать Вот они Такие богатые У них Так все Здорово Замечательно Яхты А мы Не знаем Через что Им переступить Пришлось Предательство Убийство Кидалово Вот это все Подлизывание Жоп Тем От которых Ты зависишь Им это все Пришлось Пройти Это крест Мы же не готовы На это По доброй воле Человек Умирает Для себя Чтобы жить Для бабла Для мамоны И в итоге Он Заживо Как бы Сожженный В своей совести Да И когда мы Говорим Что Ой Дай мне Большое служение Дай мне Такое Мощное Чтобы все Каялись Тогда и крест Вот такой же Мощный Придет в жизнь То есть Если огромный Галгал Маленький Не будет крест Будет огромный Крест В жизни Огромная Цена Огромное Я не знаю Как сказать Требование Будет И последствия Соответствующая Но и основания Тоже будет больше У кого-то Маленькое Такое основание В жизни И то Слава Господу Когда я Как же еще Это Вот с этой стороны Да и заканчивать Уже хватит Да Мозги Они Не резиновые Но апгрейд Какой-то происходит По чуть-чуть То есть Не развлечение Не Кайфоловство Галгал Это Рождение Это Это основание Для царств Естественно Враг Он тоже хочет С нами Танцевать И нет Нет Да и закруживает Сказать Что я уже Все Я полностью Там Я полностью Тут Я не могу Это в физическом мире Только Или я Станцую с Ромой Или с Колей А в духе Мы умудряемся И с четырьмя Танцевать Одновременно Четыре животных Каждый С ту сторону Бывает В таких танцах Себя находишь Ты думаешь Надо Текать Господи И Господу Прилепляться Все больше И больше И больше Тогда Все эти желания Какие-то Искушения Какие-то Интересы Они будут Отпадать Пропадать Постепенно И Господь Начнет захватывать Нас все сильнее И когда Мы уже там Закружились Знаете Как вначале Такое По чуть-чуть Еще можно Вытянуть Но когда Там уже Уже Очень тяжело Достать Там инерция Там вот эта Вот такая Центробежная сила Она не даст Вытащить Тебя из Вихря этого Господня То есть Понятно все? Да Непонятно? Понятно По-моему все понятно По-моему все ясно Внутри нас Есть потенциал Но Царство Божье На шариках Не строится На шарике Ну сфоткали Да шарики Это ангелы на фотке Маленькие шарики Мыльные пузыри Нет Это не ангелы Царство Божье Стоит на квадрате На четырех углах То есть на четырех Херувимах У каждого по четыре лица Но для того Чтобы войти В это нам нужно Иметь соединение С другими А это крест Кто женился Недавно Вы знаете Что такое крест? Кто женатый Знает Что такое крест Жена Мой крест Нет Это неправильно Жена Не крест И муж Это не крест Крест Это вот то Что нам приходится На себя наступать А я привык Что у меня Вот здесь Вот четко зубная лежит А почему она теперь Лежит вот здесь Каждое утро? Что такое? Сколько можно? Как не придут Здесь вот Все Начинается Сосуществование Двух нервных систем Крест А в служении Еще Понимаете Когда сильные службы Когда два Понятно, что апостол Он не входит В резонанс Вот в соединение Ну с каким-то Васей Изжмирин Апостолы входят В соединение С апостолами Потому что Если там вот такая Какая-то Мини Как ее назвать? Ну такая Мизер Они не смогут Вращаться Колеса должны быть Соответствовать Друг другу Это тоже Надо понимать Сотворим Человеку помощника Соответствующего Вот так Поэтому Когда апостолы Входят в соединение Почему Тяжелее Вот братья-сестры Я заметил Простые Рядовые Братья-сестры Им в единство Легко входить Друг друг Они часто Вообще Разницы не видят Нам Что шиповало Что Крюковский Слава Господу Но Когда встречаются Уже Ободья Страшные Уже Глазастые Ободья Встречаются Им тяжелее Они Знаете Притираются Присматриваются Но Когда начинают Крутиться Вау Там такое Генерируется Такая сила Крутили Эти На фигуре Физики Электричество Да Быстрее крутишь Круче бьет Да Вот Это все Колесо в колесе Все отсюда Это все связано Молимся Отец Небесный Спасибо тебе За то что В такой простоте Ты открываешь Нам свои Глубины И мы знаем Это тоже Еще все не глубины Это все еще Тоже поверхность И что Есть вещи Которые Может еще Мы не готовы В них входить Но мы молимся Дай нам мудрости Чтобы правильно Реагировать На слово твое Дай нам мудрости Чтобы правильно Не быть просто Слушателями Забывчивыми Введи нас В этот резонанс Друг с другом Дай нам соединяться Как колесо в колесе Согласно воле твоей Чтобы появлялось Основание Чтобы высвобождалось Твое царство В нас Пусть этот крест Растет Вместе с Голгавом И пусть Голгав Растет вместе С крестом В нашей жизни В нашей общине В наших взаимоотношениях С тобой Друг с другом Мы хотим увидеть Как ты Будешь Высвобожден Из нас Через это деление Через это разрезание Через это обрезание Через крест Ты будешь Явлен Как стол Был ты утверждение Истины В церкви своей В доме твоем Твое есть царство Твоя есть сила Твоя есть слава Во веки И спасибо тебе Что ты щадишь нас И мало по малу Открываешься нам Но благодарим тебя За твое усердие По отношению К нам К твоему народу Что ты не оставляешь нас В глупости В младенчестве Но влечешь нас К зрелости К глубинам К познанию Таин твоих Спасибо тебе Господь За твою любовь К нам Спасибо за твою благодать Спасибо тебе Господь Что внутри нас Твое царство Есть Слава тебе Знаете Последнее Я хочу сказать Что церковь Это не Собрание людей Которые согласились Верить в какие-то Доктрины Знаете Как мы думаем Почему мы вместе Мы верим Что я Бог Отец Ему Дух Святой Мы верим Что Иисус Умер То есть церковь Это не Собрание Согласившихся С какими-то Доктринами Церковь Церковь Это Вот Гал-гал Церковь Это люди Сдвижимые В Духе Святом И Они находятся Во взаимодействии Друг с другом Понятно Что здесь Опять же Нам Господь Это колесо В колесе Сколько там Тех колес Там же не написано Там этих колес Понимаете Может все четыре Он видел Там у каждого По одному Но они все четыре Как одно Двигались Как один вихрь Это мы Не то что Я с Ромкой В колесе Все отошли все Я сегодня с Ромкой Мы колеса Нет Мы все Друг в друга Должны Вмещать Мы все Можем Вращаться В друг В друг Вау Вот это Договорились А Вот это И есть Церковь Если в церкви Нет движения Духа Святого Это не церковь Это кладбище Когда во мне Живет руах И мы соединяемся Вот где царство Божье Внутри Не сказано Царство Божье Внутри Тебя есть Внутри меня Его нет Оно внутри Нас Есть Вот когда мы Вместе Внутри нас Царство Вот Смотрите Одно и то же Вот это Одно и то же Просто Форма другая Из вот этого Тело вышло Было вот Да Были вот На что похоже Ну на что там похоже Колесики такие Катались Катались Соединились Опа Основание Основание Небесного Иерусалима Квадратное Двенадцать апостолов Апостольские темы Мудрые люди Они уже поняли это Они начинают искать Они не строят Заборы От других Служителей Служений Не хочу Слушать Не хочу Никого слушать Запачкаю Свою теологию Богословие Послушаюсь Что-то Услышу Не то Они не боятся Этого Мы допустим Ну для Димы Криковского Мы Очень разные Люди Очень разные Это кажется Может немножко Так Ну Похоже Да Диагнозом На самом деле У нас взгляды Разные Но мы Вмещаем В друга Не то что Ладно Так и быть Буду терпеть Этого хиппи волосатого Хорошо Ладно Или он там Блин Нет Этого нет На самом деле Есть такая Когда ты видишь Результат Вау Да 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 Продолжаем Вот кто уже разочек Попробовал Вкусил Ну Тянет же Тянет У нас Постоянно эти разговоры Когда уже там Севастополь Ялта Когда уже там Опять Где-то Ну Потому что это другое Это Это другое Это то Чего нет у нас Эти вещи Они являются Что-то Надолго Вот в духовном мире Смотрите Вот это вот так вот Выглядит Все Да приедет царство твое Аминь Аминь Почему да Это тоже Павел говорит Вместите нас Да Вместите нас То есть мы можем Тоже не подпускать Нет Давай Давайте крутиться рядом Ну в Ялте Мы все в Ферру Все нормально Ну как крутится Отлично Крутится А у вас Тоже замечательно Здорово А этого нету Да Этого нету Ну как Опять же Мы же не то Что должны сесть Там Теперь мы поем Вот эти песни Согласились Согласились И лететь По белым Да Мы сильнее Мы поем Это не единство Это так Это вот Бог мы какие-то Но Дух Святой В любом случае Нас А это крест Да Это крест Бывало такое Что ты настраиваешься На одно Вообще происходит другое А тебе как умереть Вообще А в итоге победа В итоге есть Плод Небесный Иерусалим Он вообще тоже назвал Как невеста Да Украшенная Да Спускающаяся с неба Тут стука Тайна еще Еще сказано Это мама наша Да Да Вышняя Иерусалим А за А за это Он сказал Заговорит Нынешний Иерусалим Содом и Египет Смотрите Какой там Галал Крутится Я садим его Долгал сегодня